В это особо сложное время, как вы думаете, какая самая актуальная книга из Библии для того, чтобы изучать? Мир вам! Вы смотрите программу «Секрет успеха», основанную на Библии. Через эту программу мы изучаем один стих в неделю, размышляем об этом стихе, мы заставку делаем себе на телефон, где-то распечатаем в доме и так дальше. И стих, который я хочу предложить на эту неделю изучать, он достаточно необычный. Там говорится так. «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду выпиять Тебе о насилии, и Ты не спасаешь». Я не думаю, что многие из нас могут сказать, где записаны эти слова. Я тоже один из тех. Если бы мне несколько дней назад зачитали этот стих из Библии, я не был бы уверен, кто сказал эти слова. В какой книге записаны эти слова. И почему я предлагаю этот стих для изучения на этой неделе, хотя здесь мы записываем это видео ночью в понедельник, дай Бог, завтра, вторник выпустим. И в Америке, и в других странах Европы, вот уже Пасха прошла, еще все-таки пасхальная тема. В наших странах, откуда мы выехали, Пасха будет воскресенье. То есть эта неделя больше размышлять о страданиях Иисуса Христа и так дальше. И я все-таки выбираю этот стих, что мы изучали, это записано Аввакума, первая глава, второй стих. Молитва, просьба, вопрос к Богу Аввакума, пророка Аввакума. Сейчас особое тяжелое время, и не только для Украины, в которых идет сейчас война, а для других стран, для России, для Соединенных Штатов Америки, для Европы. По-разному тяжелое время. Кто-то боится из-за страха, кто-то думает, как помочь этим людям, кто-то собирает финансы, кто-то так дальше делает для беженцев. Особое сложное время. Для церкви особо сложное время, как реагировать, как себя вести, молиться, поститься, что делать. И интересно, что мы эту книгу хотели предложить изучать еще до того, как началась война на Украине. Еще с Нового года, когда выбирали, какие мы будем изучать книги, как вы знаете, на «Капли Сота» мы сейчас изучаем книги и какие-то темы, выбираем каких-то проповедников, пасторей, которые имеют эти книги, переведены уже на русский язык, делаем как программу, уроки. И таким способом изучаем конкретные темы. И сейчас мы изучаем конкретную книгу и хотим вместе изучать, начиная с завтрашнего дня, вторника, или уже сегодня где-то, эту пророка Аввакума. И вот он те слова сказал в этой книге. Почему эта книга, я считаю, что сейчас актуальна? Потому что сейчас, особенно там, где война, в христианах, много звучит вопросов, возможно, не людям, но в сердце Господу. Доколе? Почему? Как жить дальше? Но я думаю, что эта книга особо и для нас, где легче жить, где нет войны, она тоже хорошая и полезная. Почему? Потому что эта книга была написана в конце или перед тем, как было 400 лет молчания. И потом пришел Господь. И что-то это напоминает мне сейчас, в последнее время. А вот когда все сложно, когда грех процветает, и как нам удержаться, подобно этому пророку, чтобы быть верным до конца. Что я сделал? Я некоторые сюжеты из нескольких уроков специально вырезал, как цитаты. И хочу вместе с вами просмотреть. Для того, чтобы мы больше увидели разные люди, разные служители, что они говорят, некоторые сюжеты, цитаты с этой книгой. Давайте прослушаем первый. «Ни одна ветхозаветная книга не способна сделать больше для обремененных человеческих душ и поднять их на более высокий уровень надежды и уверенности, чем короткое пророчество Аввакума», говорил Норден. Вот даже эта цитата, он так уверенный, что именно эта книга может помочь поднять, дать уверенности в очень сложное время. Книга Аввакума. Слушаем дальше. Какая ужасная картина! В стране царит грех, безнравственность и порок, в то время как те, кто стоит у власти и кому доверено управление, ничего не делают и пребывают в праздности. Мы понимаем, эта цитата говорится об израильском народе, и вот та ситуация была. Я не хочу никого упрекнуть, какую-то страну на что-то сказать. Но на самом деле, когда творится непонятно что, и для христиан это достаточно сложно, держать себе, стоять твёрдо и не отдувать или что-то, когда вокруг творится беззаконие. Хотя всё в жизни, казалось, разваливается на части, его сердце нашло точку опоры. И вот этот момент, почему вот когда я подготавлял эти уроки, делал слайды на видео, почему мне было желание сделать это видео, ещё раз сказать. В этой книге он помогает Аввакум, заставляет размышлять, думать о Господе, о окружающем мире и найти эту точку опоры. Где же это есть, эта точка опоры? Изучите всю Библию, и вы не найдёте ничего, что можно сравнить с той концентрированной силой, которую источают эти три главы книги Аввакума. Перед вами человек с душой, которую глубоко ранит зло, но при этом всё же твёрдый в своей вере во всесильного Бога. Мне понравилось, как здесь сказано, человек с душою. На самом деле, когда вокруг зло, как важно сохранить, различать и быть добрым человеком, различать, где есть зло, и что делать, чтобы не участвовать в этом зле. И вот этих только три главы, которые записаны в книге пророка Аввакума, столько много истин, которые побуждают нас подготовиться к худшим временам. Как может справедливый Бог допускать существование такой вопиющей несправедливости? Изучая эту книгу, мы понимаем, что тогда евреев было особое сложное время. Но живя в наше время, и даже когда приют Холокосту задавались эти вопросы, и даже сейчас, многие христиане и люди задают тот же самый вопрос. Как Бог может такое допустить? Эта книга помогает найти ответы на эти вопросы. Чтобы выжить среди опасностей враждебного мира, исполненного насилия, лжи и обмана, христиане должны иметь твердую и абсолютную веру в Бога. Эта мысль тоже мне сильно понравилась. Я еще был убежден в том, что в хорошее время изучить эту книгу. Вот в этом хаосе, как прожить, как остаться христианином, остаться верным Господу, еще быть светом, заботиться о других людей. Это находится, что иметь эту твердую опору в Боге. Когда угодившие в сети отчаяния уповают на то, что проблему зла можно решить собственным разумом, ситуация становится только хуже. И не дай Бог, чтобы мы попадали в своих мыслях даже, христиане, то же самое, что вот этот конфликт, эту проблему, эту войну, эту вражду можно остановить, каким-то человеческим способом. И чтобы мы помнили, что мы, христиане, имеем самое большое силу, или даже сказать, самое большое оружие, остановить это зло, потому что только мы можем и имеем прямый доступ до Бога. Трудно ждать Бога, когда вокруг несправедливость. Я думаю, с этой цитаты тоже часто люди задают. Трудно ждать. Да, мы верующие, но если вокруг так тяжело, так несправедливо, найдите время прослушать эти уроки. Божье всевидящее око оказывает на человечество. Грешникам оно внушает страх, а благочестивым дает утешение. Тоже важно так жить, независимо, где мы находимся, что когда мы думаем, осознаем, что Господь все видит, для нас это не был страх. Вот и это Господь увидел. А чтобы было утешение, Господь все это видит. Мы видим притеснение праведных, и нам хочется думать, что Бог дремлет или занимается более важным районом на земле. Всякий раз, когда вы чувствуете одиночество и обиду из-за процветающей несправедливости и зла, помните, что забыл Аввакум. Бог все держит под контролем. Меня тоже эти слова утешили, что Бог все держит под контролем. Вера христиан страдает, когда они видят, что Бог позволяет отвратительному злу наказывать меньшую несправедливость. Вот такие мысли, взятые с этих уроков. Я думаю, что вы найдете время. 11 уроков занимает где-то 20 минут приблизительно. Четыре урока выйдут на этой неделе, и следующий будет на следующих неделях всех 12 уроков. Будем размышлять, будем думать, почему-то Господь поместил на странице Библии книги пророка Аввакума. И сейчас Он обращает мое и ваше внимание на эту книгу. Стих, который мы изучаем, Аввакум 1.2. «Доколе, Господи, я буду взывать, а ты не слышишь. Буду выпиять тебе, а ты не спасешь». Если у нас звучат подобные вопросы в нашем сердце, то я верю, что Господь поможет получить эти ответы, изучая эту книгу, этого стиха. Если подобные вопросы звучат ваших родственников или со стороны, где идет война, то дай Господь вам мудрости при разговоре или каким-то другим способом помочь найти в ответ Слове Божьему. Будем изучать стихи из Библии. С Богом!